С наступлением тепла в Кировской области активизировались змеи. Есть уже и пострадавшие от укусов. Милана Поварницына выяснила, где в наших краях можно встретиться с ядовитой змеей и как обезопасить себя. Кировчане в разных городах и районах области бьют тревогу. Все чаще они видят гадюк. Это единственная в регионе ядовитая змея. Например, в начале июня в поселке Лесная Поляна Мутнинского района гадюка покусала девочку-подростка. Ее доставили в ЦРБ. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Повадились гадюки появляться и в областном центре, в районе Красной Горки, Слободы-Зиновы, у Солнечного берега, на Заводской. В июне месяц стояло тепло, очень сильная теплая погода. В июле это тепло перешло в сплошные дожди. То есть дожди для всех этих, мы будем говорить, присмыкающихся, для них это благо. Поэтому, ну и как раз, вот этим активность и объясняется. Богатый урожай грибов и ягод в этом году тоже повлиял на чистоту встреч людей со змеями. Приближение человека она воспринимает через колебания почвы. И где-то на мягкой почве болоте может вас не почувствовать. Но поверьте, для нее встреча с человеком тоже совсем нежелательна. Гадюки первыми не нападают. В большинстве случаев виноват сам человек. По неосторожности потревожит змею, а она чувствует опасность и начинает обороняться. Поэтому внимательно смотрите себе под ноги. Будьте осторожны при выгуле собак. Любопытная собака сама может напроситься на неприятности. А собираясь в лес, одевайтесь так, чтобы защитить себя. Гадюка, как правило, нападает на голые ноги. Поэтому обувь, а тем более резиновые сапоги, ей не прокусить. Если вас все-таки укусили, то змею нужно сфотографировать или детально запомнить для медиков, чтобы знали, как и чем вас лечить. В случае укуса не накладывайте жгут и не промывайте рану. Просто наложите тугую повязку, приложите холод. Обязательно обратитесь к врачу. Последствия укуса могут проявиться даже через неделю. Укус гадюки не смертелен, но каждый организм реагирует по-своему. И чем раньше введена вакцина, тем лучше. А специалисты Управления охраны убедительно просят кировчан не убивать змей. В большинстве случаев от рук людей гибнут абсолютно безвредные ужи. Кстати, различить их очень просто. У ужа на голове есть желтые ушки, а у гадюки их нет. Самое лучшее – это действительно собрать их, взять того же ужа за хвост, вот так вот, и отнести его, то есть положить ведро, и в ведре отнести в лес и выпустить. Если вам встретилась змея, сообщите об этом в МЧС по единому телефону или в Управлении охраны окружающей среды и природопользования. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.